Ну что ты там, как успехи у тебя по поиску украинского государства в 17 веке? Я замечательно, слушай, кто оставал Москву, подскажи, пожалуйста. Финоугорские племена. Ну давай, расскажи, давай. Расскажу тебе, ОК с финно-угорского означает река буквально, ваша Москва это фактически гнилая река с финно-угорского. Поселения финно-угорских племен были там еще с древле. Почитай Татьяну Алексееву, там она тебе напишет, кем были предки москвитов, основные финно-угорские племена. Почитай Уварова 19 века археолога, 7700, там сколько такой гану, почти все 90% это финно-угорские захоронения. Почитай Тихша Балановских, окажется, что до 15-16 века доминировала финская, тюрсткая, там, балская речь перемешанная. Это все почитай и узнаешь, кто основал Москву. Умный балабол. То есть бумажков и артифакт. Я тебе сочувствую, я тебе сочувствую, чел. Что поделаешь, раз ты сочувствую. Ты на что посылаешься, когда пытаешься что-то бякать? Исключительно, как говорится, на знания, на артифакты. На какие знания? Ну, например. Кто основал Москву. Например. Например. Называй мне книжку автора, историка. На что ты там посылаешься, когда пытаешься. Я тебе уже трех человек только что. Ну, вообще четырех там авторов. Четыре человека я тебе назвал. А теперь ты, пожалуйста. Контр-аргумент. Он основал Москву. Скажи, пожалуйста. Никто не основал. Финогорские племена. Финогорские племена. Юрий Долгорукий, если ты хочешь мне за свою сказку порассказывать московскую, что не мол Юрий Долгорукий вам что-то основал, ну пусть будете. Значит, вам основал Москву великий князь Киевский. Все. Ну, хорошо. Верьте в это, пожалуйста. Великий князь Киевский. А когда он стал князем Киевским? Скажи, пожалуйста. Как раз таки, когда его оттуда выгнали, выгнали с Киева в Залесье, он потом очень долго жалелся на то, что его выгнали с Руси, с Руськой земли. Это в летописях «Черным по белому», что в Епартиевской, что в Лаврентиевской. Сто раз он говорит, что вот меня выгнали с Руси в Залесье, вот сюда, ну то есть Залесье это было такое, как не очень приметное место. Вот, и поэтому он пошел тогда заново на Киев, но правда не очень удачно. То есть там собрал он Суждальцева, Рязанцев, Ростовцев, и все они не считали себя Русью. Что? Уже не... Вот просто включить шарманку оцю, не даю чині слова, нічого уже. Який раз я его встречаю за два роки вообще жодных змін. Добрый вечер. Драсте. Да я с супругой тут общаюсь. Я вам мешаю? Нет, нисколько. Ясно. О чем общаетесь? Ну как вам сказать? Если вы с Украины, то хочу вообще-то спросить. Про что общаться? Если вы с Украины, а то бываете з Америки. Так я не понял, про что вы общаетесь-то? Я общаюсь обо всем. Хорошо. Вот скажите мне, пожалуйста, тогда. Вот у меня есть письмо 1656 года Богдана Хмельницкого. Здесь у нас упоминается, собственно, на страничке «Украинское государство». Скажите, пожалуйста, почему Путин говорит, что Ленин создал Украину? Так, золото мой. Ты где это письмо нашел? Давай, давай, я сейчас проверю. Вот, вот где, смотрите, вот. Нравится вам такой источник? На государственной публичной исторической библиотеке России. Нужно забыть, ну, доченьку. Да, вот у нас издание, у нас, тысячу какого? Там, 1872-го, Санкт-Петербург. Хорошо, я проверю, но что-то тут не то. Что-то не то, да. Кто-то варьет, наверное. Вот, смотрите, у нас еще есть одно письмо здесь же в этих актах, на том и седьмом. Письмо к Ивану Лыговскому, этого самого Воложского господаря. Он пишет, что есть у нас украинское и польское государство. Опять-таки, упоминает. Не было в украинском государстве никогда. Вот написано. Черным по белому написано. Читайте, читайте, вот написано. Ну, читайте, что-то я тебе сейчас на принтере такого нашгерачу. С нашей технологией. Да, да, да. Не-не-не-не-не. Не-не-не. Мозг такого, российский мозг такого не воспринимает. А вот такое оно. Он воспринимает. А вот такое. Он воспринимает, но только немножко по-другому. А вот это. Потому что я сам подделывал, стирал в документах цифры и ставил свои. Да-да, берите сейчас, проверяйте, в чем проблема. Вот что у нас, что здесь написано. История России, дальше. Ну, в царствоне Алексея Михайловича. Сочинение Сергея Соловьева. То есть Сергей Соловьева это академик-историк, российский. Том 2. Нет-нет-нет-нет. Санкт-Петербург. Так это же его работа. Или вы не согласны, вот печати стоят в этом, не согласны, что это его работа или что? Ой-ой-ой, цепсо, ой-ой, цепсо, ой, цепсо, ой, цепсо, ой, мозг не воспринимать не хочет. Неудобно? Неудобно получилось, да? Да нет, просто я историю знаю лучше, чем ты. Да вы что? А просто вот эти сьёбок налепили, сьёбок налепили. Когда стал царить Иван Грозный? В каком году стал царствовать Иван Грозный? 10 дел. Хорошо. Только Иван Грозный казнил людей за свои... Ещё раз спрашиваю, когда стал царём Иван Грозный? В 1564 году. Садись два, садись два. Не знал. Вот историю ты знаешь где-то на двоечку. Может тоже меньше, на единичку. Я в том, что да. А я тебе её показываю. Прямо с этих работ, видишь? Вот, смотри, Украина, смотри. Русское украинское княжение, смотри. Счёрное море ещё, покажи, неудобно. Соловьёв, соловьёв, соловьёв вам чёрным по белым. Изиди, изиди сатана, изиди сатана. Я с вас демона выгоняю документами. С демона с вас выгоняю путинского документами. Вот так вот. У нас просто не грузилась картинка. Извините. Что у вас там такое за шведский стол? Да, вы что? Да, ты что? Бутерброды, колбаса, помидоры. Всё, как поможет? Это ужасная селёдка. И на твоей улице будет праздник. Селёдка. Да нет, у меня такого нету. Незамерзайка. А что это за напиток такой голубой? Это что, Алексей Жизни? Незамерзайка. Кто? Незамерзайка. А, незамерзайка, это так называется? А ты знаешь, что такое? Нет, без понятия. А, мы тоже. Незамерзайчик. Классно. Вы его тоже угощаете? Да, в смысле, блин? Он же с вами сидит-то. Чего ему скучать? Нет, он меня побил. Больно? Вон с рамой. Ого. Я аж ничего не увидел. Да ладно. Ну, ещё раз ничего не увидел. Хорошо. Неплохо. А что вы здесь отмечаете-то? Новый год. Семейный праздник. Угу. Какой сегодня уже? Ну, с первого декабря. Ну, почти. Десято октября. Не-не, год какой? Если Новый год отмечаете, какой же год наступил? А, 28-й. 28-й. Ой, ё-моё. Я встретил... А что это у тебя вот, ну, вот, за рубашка красивая? Покажи, пожалуйста. Вот это вышиванка называется. Вышиванка? Да. Слушай, ты сам? Что? Сам вышивал. Да, вот сел на досуге, когда было скучно. Ниточка сюда, ниточка туда. И вот потихоньку, за пару месяцев с вами. Ты сам человек, который садится не обедать, а трапезничать? Да, вот работаю, не покладая рук. Постоянно вышиваю. А у тебя какой год? Меня? Да сейчас с 2000 до 2004. Я так понял, на будущее я попал, да? Вы из будущего? Да, мы в Меркурии живем, а ты? А, я на Марсе, я с Марса вообще. Видите, все красное. У меня же все красное, посмотрите. А у нас что приезжают? Чё? Нет, он в Тиме. Чего? Друзья с Сатурка приезжают. Чего-чего? Что приезжает? Мальчик. Не понял ничего. Мальчик. Не-не, смотри, тетушка, я не мальчик тебе. Я тебе не мальчик. Не надо меня убежать. Я понимаю, что вы с будущего, что вам уже много лет, но... Нет, это не нужно так. Так что, что вы там хотели? Да ты меня путаешь. Извини, пожалуйста. А почему ты в рубашке вечером сидишь? Так, Борис, это не рубашка, это вышиванка. Еще раз говорю. В вышиванке почему сидишь? В вышиванке. Потому что я обожаю национальную украинскую одежду. Видите? Красота-то какая. Такие символы были еще в каменном веке, такой браслет, знаете, есть. 20 тысяч лет ему. Вот там тоже такие символы были. Красота-то? Все, понятно. Ну? Ты на сутану. Что? Семь, будешь? Семьку давай. Кидай. Лови. Не надо. Не поймал. В смысле, так ты ничего не кидала. Ты как этого медведя не кодешь. Она знаешь, кого только не кидала. Казаш, будешь, она кидала. Кого? Бусинкой? Да. А бутербродом можешь? А? Бутербродом можешь? Бутербродом? Пожалуйста, грей. Вот прям в экран можно вот так? Сало есть. О, сало, 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 украинское сало. Давай сюда его, сюда. Русское. Че русское? А покажи, как русское сало выглядит. Покажи. Здравствуй. С мясочком. Че-то оно такое микроскопическое. Наверное, под микроскопом только видно, да? А где там сало? Пожди, можно, да, русское сало показать? Я вижу кусок мяса из маленькой прослойкой белого чего-то. Не вижу сала там. Бекон какой-то. Нет, это шпик. А че там, типа, не растут свиньи или че? Что это сало так мало? Свиньи кругом. Ну так они же не растут. Растут, еще кал. А че сало так мало, если растут? Не, это как-то по-другому называется шпик. Шпик? Это поеда свиньи? Нет. Это с мясом тогда. Это похоже на сало. Я понял. Там сало и мясо идет. Не, ну это не сало. Это сало, это вот столько должно быть сало. А там кто-то такой. Чтобы побаловаться. Я из Суджи. А вы? Суджа это такой, это алкоголь. Корейский. Да, да, да. Суджа и Суджа похож. И как там обстановка? Плохо, плохо. Плохо на самом деле. Ничего хорошего. Обстановка по кайфу. Да нет, вообще не по кайфу. Вообще не по кайфу. Война идет, война идет у нас. В Кольской области сейчас полномасштабная война идет. Представляете себе? Вторая мировая отдыхает. Кольская дуга отдыхает. Лех, а война с кем уйдет-то, я не пою. Как с кем? С украинцами? Сумыш. Сумы рядом вот. Война постоянно снаряды прилетали до этого. А сейчас уже заехали полноценно. Гуманитаристы привезли. Водички. Че? Ты украинец? Да, этнический. Я здесь просто живу из детства. А так да, украинец. А вас что, не эвакуировали? С кем война ты идет? С украинцами? Ты украинец? Они друг против друга, что ли? Не, мы не уйдем. Мы украинцев приняли как своих. Тут нам привезли сало нормального. Не то, что у вас вот это лежит. У нас настоящее сало. Поесть можно нормально с борщиком. А там что русские? Русские что, бросили? Оставили? Оставили? Я тоже русские понимаю, извини. Че? Да, мы татары. А, и татары. Как на татарском свобода будет? Свобода. Я бы даже чонку не знаю. Свобода? Да, как на татарском будет. А ты знаешь, пашмак. Чего? Пашпачмак. Пашпачмак? Прикольно. Ты так умеешь придумать слово на ходу. Правда, это чуть не сходится. Не так, неправильно. Неправильно. Садись в два, не татарки. Ирек? Ирек? Ирек. Как? Ирек. Ирек? А у тебя как на татарском свобода? Не, не татарин, я украинец. У меня воля. Это все по-другому. А как же татары крымские? А у нас Валя. О, кстати, хотел спросить, как у татары. А что такое сургунлик? Что-то на корейском. Не, сургунлик. Изгнание с татарского переводится. Это термин, обозначающий депортацию украинских татар в 1944 году. За что депортировали, кстати, не помните? Не помните, за что? Валя. Так что, за что депортировали, помните татар в 1944? А ты как завод? Помните, за что депортировали татар в 1944 году? А тебя как зовут? Меня Евгений. Так за что депортировали татар-то? Не понимаю. Что вам, смешно с татар, что депортировали и что? Не понял. Мы татары. Ну, за что депортировали? Татары, за что депортировали с Крыма в 1944 году? А, у нас Крыма, да. Мы же не с Крымом, а с Татарии. А что, там не такие татары какие-то или что? Нет. А какие? Вообще, это разные национальности, можно сказать. Крымские татары и татары, которые в Татарии живут. Это абсолютно разный. А что, вы с ними не дружите вообще? А? Не дружите с ними? Не общаетесь с татарами крымскими? У нас тут нет крымских татар, у нас татары, которые и в Татарии. Ужас. Мы тут крымских татаров не видели. Они в Крыму живут. А мы живем в Татарстане. Да, я понял. А что их вообще депортировали, как думаете? За что татар депортировать? А ты скажи, знаю. А? Что? Скажи. Что? Ничего не понял. Что ты спрашиваешь? Что, за что депортировали? Лучок закончился. Да, за что? Ну, в 89-м году депорация СССР вышла о том, что это были незаконные преступные действия. Так что ни за что. За то, что преступник Сталина был. За то, что коммунистическая власть была преступной. Сидят, блин. Бухают татары. Конечно, татары. Они там еле сказали, как на татарском свобода, и то я не уверен, что правильно. Надо проверить. Продолжение следует.